приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас 1 марта да я здесь для того чтобы наконец-то сказать эту фразу сегодня у нас 1 марта и соответственно будут впечатления месяца февраля мы перезимовали зима в этом месяце вот в феврале показала нам всем какой она бывает какой она была наверное когда то но я этого не застала но в любом случае мы перезимовали пришла весна и в киев уже пришла настоящая весна у нас сегодня плюс 11 и это настолько классно я только что с улицы и я разговаривала с подругой говорю мне сначала снять впечатление месяца потом пойти по делам или сначала пойти по делам она говорит нет пойди сначала зарядить вот этой вот всей весенней атмосферой потом снимай видео и она была права в общем раз я уже о погоде так давайте сначала о погоде напомню что впечатление месяца это не только вышивальное впечатление не вышивкой единой к сожалению большую часть февраля я проболела да это было все очень неприятно реально где-то две недели февраля если не больше я умудрилась проболеть сначала у меня лес зуб мудрости с температурой как будто бы мне полгода вот это было очень неприятно мягко говоря и и потом я просто простудилась вот когда я фотографировала я в этом месяце вышла от фрузилка гирлянду да вот она собственно лежит я вам так рассказываю вот вышла я вот такого вот оленя такого красавца скандинавский олень и также вышла я вот такую вот гирлянду у меня здесь еще они то я развязала узелочек вот вот такая вот гирлянда у меня есть такими милыми маленькими детальками плюс у меня ангелы от евгения колесника плюс у меня кардинал интересно кардинал я уже сюда положила или еще нет у меня здесь коробка с моими кстати мне просто открыт балкон что очень жарко в квартире да вот он мой кардинал смотрите какой красавец от милхилл у меня есть ангелы от евгения колесиковой в количестве трех штук вот у меня уже есть но вы скоро это увидите в итогах зимы и в общем мне это все надо было пофотографировать у нас как раз было холодно у нас как раз мел снег в жутки прям снегопадом и я решила что надо пойти пофотографировать работы но дело в том что я посмотрела прогноз погоды и увидела что это последний день когда будет когда тепло типа минус 10 вот а завтра уже опять там минус 20 и я думаю надо идти был жучайший снегопад пока я все это пофотографировала я очень довольна фотографиями кардинал получился просто лапочка я вам сейчас покажу эту фотографию просто на мне настолько нравится я я довольна я тот еще мастер фотографии поэтому когда у меня что-то получается хорошо ну хорошо в моем понимании конечно мне это прям безумно приятно и в общем да пофотографировать я пофотографировала но уже придя домой буквально через полчаса я была снегом просто облеплена вся как собака как снежная баба я пришла домой буквально через полчаса через час я почувствовала что как то что то не то и в общем да я разболелась стандартная простуда со всеми простудными симптомами которые наверное не буду сейчас перечислять ну в общем так себе было у меня выпала целая неделя тренировок но ничего ничего чтобы это была наша самая главная проблема перезимовали ура и сейчас надеюсь что как-то в той песне только радость только что то там еще впереди действительно уже хочется тепла хочется какого-нибудь цветения чего-нибудь хочется больше времени провозить на улице каких-то прогулок я пересматривала свои истории с прошлогодние в инстаграм я увидела что я в апреле где-то в середине апреля прошлого года приобрела себе это же как раз был разгар нашего карантина я себе приобрела такой шезлонг на металлическом каркасе такой шезлонг с такими мягкими подушками и сидела на балконе я действительно сидела вышивала на балконе и вот я уже жду не дождусь когда я его сейчас конечно спрятала в кладовку эти подушки и пищевой пленкой обмотала но я уже жду не дождусь что уже через какой-нибудь месяц или может быть чуть чуть больше уже можно будет тоже сидеть на балконе вышивать дышать свежим воздухом я думаю что где-то через два месяца на два месяца это самое большое может быть и быстрее уже можно будет поехать на дачу и уже можно будет даже поехать на дачу с ночевкой и меня это безумно радует закончились месяца моего заточения то что все таки конечно зимой активности меньше да и особого желания какие-то активности проявлять ну лично у меня меньше я вот какой-то не знаю как тот сурок я бы вот впала бы и и все ничего бы не делал а так конечно не получается но сами понимаете в общем да настоящая зима у нас в этом году была конечно же наши коммунальные службы как всегда к такому повороту событий были не готовы все крыши не чистят дороги не чистят ничего не чистят потерпаем как в этом самом в каламбуре до терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серий вот это практически были был киев феврале потому что не пройти не проехать ужас просто ужас особенно учитывая что я живу центре киева у нас здесь огромные горы то есть вот вот просто прямо горы огромные под вот таким уклоном и я думаю вы понимаете что если вот это не почистить то ну там костей не соберешь но слава богу тьфу 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 хоть эти приключения нас в этом году миновали наверное самым главным моим впечатлением этого месяца вышивальным это было было завершение моей самой большой пока что в этом году работы если мне не изменяет память наверное это даже нет это не самая большая моя запланирована на этот год работаю но на лебединый замок больше в общем я закончила свое катание на санях но у меня здесь рядом лежит потому что я вчера снимала по нему видео которые вы видели скорее всего позавчера я завтра буду снимать по нему видео которые вы увидите скорее всего завтра или послезавтра это итоги зимы конечно же да вот оно моё катание на санях лежит постиранное поглаженные и выглядит а вот так вот отодвинемся смотрите какая красота так ну держишь не криво что ли вот такая вот красота очень мне нравится эта работа то там я вам показываю очень мне нравится эта работа и принесла на мне огромное удовольствие кто хочет посмотреть на это все поближе сейчас в верхнем правом углу выезжает ссылка вы сможете посмотреть отдельное видео по этой работе так может и села на гирлянду от грузилка не надо не надо так в общем вышивальном плане я могу сказать что я практически довольна своим февралем первая половина февраля вообще хорошо было вторая половина там немножко подкачала потому что я я же гений я же ставила себе весь бэкстич по катанию на санях на последний момент весь весь до единого на последний момент не одно из самых моих гениальных жизнерешений если честно и пять дней я делала бэкстич на катании на санях бэкстич выкладные нити они там достаточно сложные там такие ну как не сложные кропотливые и до него не буду я больше делать буду делать бэкстич теперь на dimensions особенно на больших наборах постепенно там у меня конечно скорость крестиковая именно упала писали мне зрители по поводу того что марина почему вы себе записываете только количество крестиков и не записываете количество каких-то декоративных стежков которые вы делаете сагаш там пересчитывают в саге есть формулы там прям даже видно видно это можно зайти посмотреть сколько с каких стежков пересчитывается в крестик то есть там если я сейчас найду ну соответственно крестик он и есть крестик так интересно где это искать в калькуляторе не в калькуляторе сага тут немножко обновилась да вот где марафон крестик соответственно это и есть крестик полукрестик плюс полукрестик это крестик три четверти креста тоже считается как крестик я не знала и французский узелок считается как крестик какая здесь интересная система пересчета бисер тоже считается как крестик одна бисеринка считается как крестик несмотря на то что бисер пришивается обычно полукрестом интересная система я как-то раньше никогда в это не вчитывалась но я не записываю это не знаю записываю только крестики вот вот как то так как то так в общем вот такие вот были мои вышивальные подвиги в феврале ничего большого я не вышивала но зато я вышивала очень много всего маленького у меня здесь вот прям мои итоги зимы и планы на весну вот так вот расписаны и и феврале сколько я вышила миниатюрок раз два три 4 5 6 ну да скорее всего их 6 и будет ну значит 6 так 6 то есть даже больше чем по одной миниатюрке в неделю хотя вот моя система по миниатюрке в неделю она продолжает работать уже два месяца я каждую неделю стабильно вышиваю одну мини работу параллельно с какой-то большой работой надеюсь что в дальнейшем так я и буду себя вести хотя если честно мало кто из моих подруг верит в мой успех кто-то говорит что нет ты забросишь миниатюрки будешь вышивать только большие работы а в конце года у тебя опять миниатюрки по остаются кто-то говорит нет ты просто скоро перейдешь на одни миниатюрки забросишь большие работы но я все-таки надеюсь что я смогу соблюдать какой-никакой баланс в этом всем деле и в общем я вам хочу сказать что из впечатлений февраля это собственно и все я вот думала что у меня впечатления февраля будут на 15 минут вот так скорее всего и произойдет то что ну реально вот вот все очень странный очень какой-то такой болезненный февраль у меня был но уже что было то было будем надеяться что следующие месяца у нас будут более положительные более насыщенные и март точно обещает быть у нас насыщенным потому что уже буквально через несколько дней когда вы смотрите это видео то послезавтра у нас начинается выставка handmade expo я честно вам скажу я задействована на выставке каждый день включая день застройки вторник то есть я буду где-то на выставке буду в среду и в четверг то в среду у нас будет как обычно я буду снимать все происходящее у нас будет такие попытка провести рукодельную встречу посмотрим что у нас из этого получится в четверг я также буду на выставке где-то с утра про пробегом в пятницу я буду на выставке в субботу я буду на выставке и хочу сказать что в один из этих дней я буду задействована выставки одним очень интересным и неожиданным образом это будет абсолютно новый для меня опыт пока не могу сказать какой день это будет но обязательно скажу в видео о выставке которая я надеюсь выйдет в четверг на этой неделе это насколько там четвертое число получается вот в этом видео где-то в конце видео скорее всего я вам скажу одну интересную новость в качестве кого я еще буду на этой выставке представлена но мне прям волнительно волнительно и очень так очень приятно очень интересно посмотрим как будет проходить выставка я видела список участников там все ну так печальновато очень многих производителей не будет но весенняя выставка она всегда чуть похуже чем осенняя поскромнее плюс еще карантинные все вот эти вот понятное дело ограничения производители каждый себе там что-то просчитывает что ему выгодно что ему не выгодно но в любом случае я прочитала в комментариях где-то под видео о выставке о комментарии что я иду на выставку не столько за какими-то покупками а я иду на выставку за впечатлениями и вот это просто вот я бы лучше не сказала вот это мое абсолютнейшее вот ощущение от выставки я иду на выставку за впечатлениями потому что это какое-то такое как сказать средовое какая-то такая среда сугубо творческая это какой-то такой огромный творческий концентрат ты заходишь в это помещение и ты понимаешь что то есть у помещения да похоже на какой-то там не знаю супермаркет предположим да тоже большой какой-то зал но если ты заходишь в супермаркет ты знаешь что здесь есть абсолютно разные люди то есть там можно найти просто кого угодно не себе там ходят бродят когда ты заходишь в большое помещение выставочный центр на выставку ты видишь тоже огромное количество людей незнакомых вокруг тебя тоже абсолютно по-разному там выглядящих разных возрастов разных полов но при этом ты знаешь на сто процентов что каждый из этих людей которые ты видишь это рукодельник или рукодельница они вяжут или шьют или вышивают или занимаются докупажем но каждый человек из присутствующих там это творческий человек каждый то есть это либо посетитель который туда пришел опять же посмотреть там что-то приобрести ли что-то такое либо это представитель какой-то фирмы опять же фирмы производит там какие-то товары для творчества и так далее и ну это очень здорово правда это очень здорово мероприятие это у нас проходит всего лишь два раза в год поэтому мне все-таки мое скромное сугубо личное мнение что его стоит посетить хотя бы вот ради впечатлений ради общения да ради каких-то знакомств я знаю что пишут там я написала про рукодельную встречу и пишут девушки о я наверно не пойду я никого там не знаю ну во первых эта проблема которая очень быстро решается просто вы приходите говорите я лена и все и вы уже с кем-то познакомитесь за 2 секунды кроме того если вы смотрите это видео вы скорее всего знаете меня вот это уже как минимум один человек уже хорошо уже не совсем незнакомая компания у меня была призабавнейшая ситуация на да с ними мы с вами сейчас впечатление месяца на 15 минут до призабавнейшая была ситуация на осенние встречи у нас осенняя встреча была тоже в мафии но на ли там была летняя площадка просто шикарная где мы все прекрасно поместились разложили свои работы очень удобно все это было снимать при естественном освещении и ну как были эти посетки то есть мы просто на улице огражденные таким заборчиком по колено и я вижу как просто мимо то есть нас вот толпа этом что-то снимаю я вижу как мимо нас идет девушка с пакетом волшебной страны таким ярко-розовым которые возможно не заметить то есть явно понятно откуда человек идет она идет мимо нас таким медленным медленным шагом таким просто не хотя так медленнее чем прогулочный шаг она вот просто идет идет медленно 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 типа идет мимо но с пакета волшебной страны и так смотрит 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 идет и смотрит и я Я так что-то тоже на неё посмотрела, что, по-моему, ей кивнуло, она остановилась, такая, я говорю, вы к нам? Она такая, да. То есть она просто, типа, шла и не решалась зайти туда, вот. Ну, это, конечно, было с одной стороны мило, с другой стороны не надо так, мы не кусаемся. Заходите, приходите на рукодельные встречи. Конечно, сейчас, опять же, с этим карантином не знаю, что это будет, но я не смогла не сказать, что давайте попробуем организовать встречу по двум простым причинам. Я уже это рассказывала в видео отдельном, о приглашении на выставку. Первая причина – это то, что привычка страшное дело, и люди всё равно после выставки, ну, я не знаю, вот ходило там на выставку какое-то количество людей, и после этого ходило на рукодельные встречи. Вот из них, я не знаю, из десяти, наверное, развернётся, поедет домой, ну, человека три, может быть. Но остальные семь всё равно по привычке пойдут сидеть. Они всё равно пойдут сидеть куда-то, обсуждать, общаться, потому что выставка – это, ну, это не всё. Ну, вот как-то так складывается, что выставка – это часть мероприятия. Ещё часть мероприятия – это пойти со своими, там, друзьями, подругами, знакомыми, единомышленниками, посидеть где-то вкусно поесть, пообщаться, порассматривать покупки, пообсуждать, порассматривать отшивы, готовые работы других людей. И это, ну, вот ещё одна практически такая же, ну, по крайней мере, в моём понимании, равноценная часть мероприятия. И отказаться от неё смогут далеко не все. Мне кажется, там даже половина не откажется. Вот мне реально кажется, семь из десяти девушек пойдут потом всё равно куда-то сидеть. Так что, если я скажу, не будем встречу организовывать, это никого не остановит, вот вообще никого. Это первое. И, во-вторых, есть, я знаю, люди, которые едут на выставку в основном ради рукодельной встречи. Для меня это так странно, что встреча как бы превышена самой непосредственно выставки. Но есть действительно девочки, которые не после выставки идут на встречу, а сначала идут на встречу, а потом после встречи идут на выставку. И, в принципе, их основная как бы цель приезда, прибытия является встреча. И вот мне написала девушка, что она едет из Донецкой области 12 часов, и она бы хотела попасть на встречу. Ей было бы очень обидно не попасть на встречу. И я поняла, что надо пытаться что-то сделать. Я не знаю, что из этого получится, но если долго мучиться, что-нибудь получится. В любом случае, уже через несколько дней мы с вами узнаем, что из этого получилось. У вас у нас на этой неделе будет видео, соответственно, впечатлений месяца, которые опять совпали с вышивальной неделей. Так что сегодня у вас вышло два видео. Через несколько дней, я думаю, во вторник или в среду у нас будет видео о итогах зимы. Я их здесь тебе уже написала, мне их нужно только снять. Не всё, конечно, свершилось то, что хотелось, но виной всему тому она. Она всё ещё моё катание на санях. Почему она, картина, не знаю, зима почему-то, мне хочется её зимой называть. Не планировала я катание на санях закончить, но вот как-то так получилось. Я случайно. И да, не всё, конечно, свершилось, что хотелось, но в принципе могу сказать, что я даже своими итогами зимы довольна. Но в итоге зимой ещё попадёт и месяц декабрь, который у меня был сплошь с какими-то миниатюрками, с диким каким-то желанием успеть то, что в принципе, наверное, не совсем возможно успеть. Короче, обо всём этом поговорим через несколько дней. В четверг у нас выйдет видео о выставке. Я рукодельные встречи, надеюсь. В пятницу у нас, надеюсь, выйдет видео о покупках, если я успею его снять. Очень надеюсь, что успею, потому что, опять же, каждый день на выставке. Если я в четверг успею ещё по светлу это всё снять, смонтировать, то в пятницу будет о покупках-подарках. Очень люблю выпускать это видео сразу, чтобы если вас что-то заинтересует из показанного, вы ещё могли там в пятницу после просмотра этого видео или в субботу ещё там приобрести на выставке что-то или заказать просто в интернет-магазине, если вам что-то понравится. Поэтому люблю как-то я вот так вот это кучненько все эти видео выпускать. Будем надеяться, что у меня это получится. В общем, ждёт нас очень насыщенное начало марта. Только что чуть не сказала начало февраля, да не дай бог. Очень насыщенное, я думаю, начало марта нас с вами ждёт. Рукодельное, надеюсь, что очень положительное, с новыми впечатлениями. И, в общем, как-то так. А о феврале я вам рассказала. Февраль был у меня более чем скромный, но зато увенчался одним большим финишем. На этом всё. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!